Я провела в Лос-Анджелесе немало приятных ночей. Мир, в котором каждый мужчина мечтает быть рядом. Она богиня, эмоциональная, сексуальная. Ни один гетеросексуальный мужчина не может этого не признать. А женщины идут на всё, лишь бы быть на неё похожими. Её губы – самые часто заказываемые губы в пластической хирургии. Мы узнаем, как она получила это великолепное тело. Погнали. И каково быть её маленьким приёмным сыном? У неё достаточно денег, чтобы исполнить все его желания. Вот эти джинсы стоят 104 доллара. А также мы узнаем, почему повезло этому парню. Я неплохо провёл время, набивая Анжелине татуировку. Здесь становится всё жарче и жарче, всё горячее и сексуальнее. Это звёздная жизнь Анжелины Джоли. Звёздная жизнь. Звёздная жизнь Анжелины Джоли. Лицо Анжелины. Именно это пластические хирурги предлагают женщинам, которые хотят исправить линию скул, получить идеальные брови, сильную линию подбородка, идеальную нижнюю губу. Но Анжелине не пришлось платить 15 тысяч за операцию. Она такой родилась. Мне очень-очень повезло. Её губы – самые часто заказываемые губы в клиниках пластической хирургии Беверли-Хиллз. Все хотят её губы. А у неё они натуральные. Она необычайно чувственная и сексуальна. Видно, что она невероятно сексуальна. Её безумные романы, её наплевательское отношение к правилам игры, её экзотические места отдыха. Анжелина живёт так, как не удаётся жить ни одной другой голливудской актрисе. И ей всё равно, одобряет это кто-то или нет. Она делает, что хочет. Ей это сходит с рук. А люди буквально заворожены этой женщиной. Тело. У неё невероятно красивое тело. У неё идеальные пропорции, длинные ноги. Она всегда в идеальной форме. Вот как выглядят идеальные пропорции. Рост 167,5 сантиметров. Вес 55 килограммов. Форма песочной часы. Грудь 70-20, талия 69 сантиметров. Бёдра 91 сантиметр. Шесть кубиков пресса и потрясающая задница. У неё большая грудь, плоский живот. Она идеальна. Она как кукла Барби в боевой форме. Если бы у Барби была боевая форма, она стала бы героиней видеоигры Ларой Крофт. Лара Крофт — это мечты и фантазии всех компьютерных фанатов. Когда расхитительницу гробниц превратили в фильм, сразу решили снимать Анжелину. Было принято решение. Мы должны заполучить Анжелину, несмотря ни на что. У них не было других вариантов. У меня довольно естественно получалось исполнять всевозможные трюки. Если тебе нужно тело героини боевика, ты не будешь тренироваться, где попало. Ты будешь тренироваться здесь. Здесь 90 квадратных метров площади, плотно набиты всевозможными тренажёрами. И всё это только для тебя. Добро пожаловать в мой боевой комплекс. Гунар Петерсон — звёздный тренер. Здесь мы занимаемся. Чтобы сделать из Анжелины Ларой Крофт, Гунар предложил ей эксклюзивные тренировки в своём спортивном центре. Они занимались четыре раза в неделю. Давайте. Три месяца подряд. Я обожаю, когда мне бросают вызов. Я люблю сражаться, терпеть поражение и подниматься вновь. Вот это всё надо освоить, если вы хотите тело, как у героини боевика. Гунар Петерсон за три месяца может сделать с телом то, на что другим потребуется около года. Нарушительница правил. Самое интригующее в ней то, что у неё, кажется, нет тормозов. Я немного не в себе, впрочем, как обычно. Она разительно отличается от всех прочих звёзд. Когда она получала Оскара в 2000 году за прерванную жизнь... Рядом с ней сидел её брат. Она поцеловала его в губы, как будто в этом нет ничего странного. Это мой брат. Я жива только благодаря ему. Он всё для меня. Всё, что делает Анжелина, непривычно. Взять хотя бы её стиль. Там вообще не знаешь, чего ожидать. Например, на церемонию «Золотой глобус» 2000 года она явилась с зелёными волосами. Я не нашла подходящего платья и подумала, хоть с волосами что-нибудь сделаю. Честно говоря, я понятия не имею, что я сделала с волосами. А на церемонию «Оскара» она пришла, удлинив волосы с помощью накладок, сильно смахивая на амортишу Адамс. Кто ещё решится пройти по красному ковру с длинными чёрными накладками? У кого ещё есть столько татуировок? Анжелина поступает не так, как все остальные ведущие голливудские актрисы. Больше никто из них не решится вбухать столько денег в многотысячные татуировки. Например, надпись «Знай свои права», несчастливое число 13, и надпись на латыни, которая гласит «То, что балует меня, разрушает меня». Она как бы говорит «Это моё тело, оно принадлежит мне, а если вам что-нибудь не нравится, отвалите». Мне нравится процесс, мне нравится делать татуировки. Ей так нравится их делать, что она получает от этого сексуальное удовольствие. Мне выпало счастье удовлетворить Анжелину Джоли, не снимая собственных штанов. Пол Тиммон, Салон Сансет Стрип Тату. Она издавала довольно занятные звуки, когда я делаю татуировку. Её муж сказал тогда, что она даже дома в постели с ним таких звуков не издаёт. Анжелина делала там четыре татуировки, включая эти загадочные узоры. Она делает то, что хочет. Если вам это нравится, отлично, если не нравится, вам же хуже. Это нравится почти всем мужчинам на Земле. И всем хочется, чтобы Анжелина их хотела. Она богиня, эмоциональная, сексуальная. Ни один гетеросексуальный мужчина не может этого не признавать. Я провела в Лос-Анджелесе немало приятных ночей. Анжелина известна тем, что постоянно соблазняет своих партнёров по фильмам. Ольвер Мартинес, Колин Феррелл. Список бесконечен. Ходили слухи, что на съемочной площадке «Мистер и Миссис Смитт» между Анжелиной и Брэдом Питтом что-то было. Мы знаем, чем это обернулось. Но самый бурный роман у неё был с коллегой по фильму «Управляя полётами». А затем и бывшим мужем Билли Бобом Торнтоном. Он может довести меня до того, что я сползу с кровати и забьюсь в угол, крича от удовольствия. Главное — это секс. В любое время, в любом месте. Смотреть на них или нет. Что самое странное вы делали в машине вместе или по отдельности? Честно? Да, вообще-то мы трахались, когда ехали сюда. Только что. Анжелина и Билли Боб разошлись в 2002 году, а затем она нашла мужчину, который, возможно, её окончательно украдит. У неё были мужчины, с которыми она развлекалась, но главным приоритетом всегда оставался её сын. Мама. Анжелина прошла долгий путь постоянного протеста и пришла к тому, что усыновила ребёнка из Камбоджи и стала супермамой. Когда у тебя появляется ребёнок, всё меняется в твоей жизни. Мэддекс — моё благословение. Это чудный ребёнок, и она не жалеет на него денег. Это точно. Всего в два года сын Анжелины Мэддекс учит английский и французский, обедает в лучших ресторанах и, поверьте на слово, не ходит в детской коллекции средней руки. Анжелина любит закупаться у нас вещами для Мэддекса. Кэррен Мина, магазин Фред Сигал Лайфсайз. Она обязательно просматривает все детские коллекции. И потом тратит тысячи долларов, покупая вещи для Мэддекса в одном из самых дорогих детских бутиков Фред Сигал. Вот эти джинсы стоят 104 доллара. Эта винтажная футболка практически единственная в своём роде — 44 доллара. Я уж не говорю о штанишках от Бербери, которые она любит на него надевать. У неё достаточно денег, чтобы исполнять все желания Мэддекса. Судя по слухам, она долгое время вынашивала планы усыновить ещё одного ребёнка. На сей раз из России. Через пять лет моя семья будет напоминать интернациональный лагерь. Я собираюсь усыновить много детей со всего света. В конце концов, это её мир имеет право. Далее в программе. Анжелина Джоли высоко летает в буквальном смысле. Она мечтала стать пилотом. А если она захочет остановиться в Нью-Йорке, ей есть куда пойти. У неё огромные апартаменты за 3 миллиона долларов, в которых она бывает один месяц в году. Смотрите программу «Звёздная жизнь» Анжелины Джоли после... Это вечернее платье от Рэндальфа Джуда, вручную сшитое и вручную расшитое 20 тысячами блёсток и кристаллов. В 1999 году Анжелина надела это платье за 30 тысяч на церемонию «Золотой глобус», а потом в нём же прыгнула в бассейн в гостинице «Беверли Хиллз». Это всё равно, что купить «Мерседес», чтобы в нём искупаться. Когда я была моложе, я остановилась в этой гостинице и искупалась в бассейне в одежде. И меня выселили. А недавно мне сказали, если выигрыш, прыгнешь второй раз. Конечно, почему бы и нет. Для Анжелины Джоли прыгнуть в бассейн в платье за 30 тысяч долларов – это мелочь, потому что она может себе позволить купить что угодно, иметь что угодно и ездить куда угодно. Когда она путешествует, она не идёт проторенными маршрутами других звёзд. Это будет не Фиджи и Гавайи, как у других звёзд. Она выбирает удалённые места где-нибудь в Африке и Камбодже. Ей приходится сниматься в самых экзотических местах. Она не возражает, она любит путешествовать. Конечно, ты выматываешься, но когда просыпаешься, чувствуешь «я хочу путешествовать». В то время как другие звёзды валяются в комфортных постелях, Анжелина исследует дальние уголки. Вы не поверите, где она способна найти роскошь. На Греческом острове она грелась на чёрных песках солнечных пляжей рядом с отелем. Номер с двумя мраморными джакузями стоит здесь тысячу долларов в день. В 2003 году в Египте она покинула отель «Фор Сизонс», чтобы съездить к пирамидам вместе с сыном Мэддоксом и Колином Фарреллом. Она совершает совершенно безумные поездки вместе со своим сыном. Она наслаждается жизнью. В то время, когда другие актрисы летают на самолётах, Анжелина предпочитает сама его водить. Она всегда мечтала стать пилотом. Анджей Синха — лётный инструктор Анжелина. Она хотела этого с детства, и она хорошо училась. Она хороший ученик. С тех пор, как в 2003 году она решила получить лётные права, Анжелина потратила 15 тысяч долларов на лётные уроки с инструктором А.Джей Синхом. Это удивительное чувство. Только в эти минуты я ощущаю, как я одинока и свободна. Она всё выполняла на 125%, она оттачивала мастерство. Как-то она предложила обняться. Я сказал, что обычно не обнимаю своих студентов, но её обниму. Дом. В то время, как обычные звёзды курсируют между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, Анжелина выбирает более экзотические маршруты. Не верите? Тогда загляните в её летний домик. Он не в Палм-Спрингс, не на Гавайях, он в Камбурге. Анжелина владелец трёх хижин глубоко в джунглях. Впервые Анжелина влюбилась в Камбоджу, когда снималась там в фильме «Лара Крофт». После того, как она установила Мэддекса, Камбоджа стала её вторым домом. Я обожаю Камбоджу. Это самое красивое место из всех, где я когда-либо бывала. Это не единственное красивое место в её жизни. Помимо кусочки Камбоджи, у неё есть ещё шикарная квартира в Нью-Йорке с видом на Сентрел Парк. Анжелина купила эту квартиру за 3 миллиона долларов. Сабрина Клеер, брокер по недвижимости. И ещё миллион вложила в переделку. Хотя она купила квартиру осенью 2003 года, она там не провела ни одной ночи. Она так занята, снимаясь в фильмах и воспитывая Мэддекса, что не прожила в своей трёхмиллионной квартире и месяце. Она решила воспитывать Мэддекса в Англии, потому что ей кажется, что там спокойнее. Она живёт в своём огромном поместье, как королева. Хорошо быть королевой. В 1975 году у актёра Джона Войта и европейской модели Маршелина Бертрон родилась дочка. Крёстная дочь легендарных Джеклин Бесет и Максимилиана Шелла. Рождённая в кружевной рубашке с мечтой о большом экране в сердце. Она была крещена, как Анжелина Джоли Войт. Я рано вышла на сцену, но уже в то время поняла, что сцена – это волшебный мир, и я хочу быть там. Она дочь Джона Войта, но она развила его талант. Она принадлежала к королевской семье Голливуда. Она была звездой ещё до того, как стала той Анжелиной, которую мы знаем. Анжелина Джоли, которую мы знаем сейчас. В 1994 году она успела засветиться в клипе «Meet Love» – «Rock'n'Roll Dreams Come True». В 22 года она застолбила своё место на голливудской карте, снявшись в роли наркоманки-модели в фильме «Джиа». Поначалу мне было страшно, у неё такая тяжёлая судьба, но потом страх ушёл, этот фильм меня полностью изменил. Но из просто актрисов-звёзд она вышла в 2000 году, неожиданно получив «Оскар» за фильм «Прерванная жизнь». Предполагалось, что это будет «Оскар. Война на райдера», её возвращение на большой экран, Анжелина украла у неё славу. «Оскар помогает карьере. Возможно, это моя единственная награда, и я собираюсь ей наслаждаться». После этого фильма об Анжелине узнали, она стала суперзвездой. О суперзвезде полагаются супергонорары. За участие в фильме «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» она получила 7 миллионов. За участие во второй части уже 12 миллионов долларов. Второй фильм был не так успешен, как первый, но на гонораре Анжелины это не сказалось. Уже не важно, успешен был фильм Анжелины или его постиг провал, она остаётся одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В 2004 году она стала богаче ещё на 40 миллионов. Сразу за 4 роли в блокбастерах года. Включая роль, которую она ждала очень давно. Фильм «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом. Она снялась в огромном количестве фильмов, а теперь она хочет сосредоточиться на воспитании сына и гуманитарных миссиях. Активистка Она одна из немногих голливудских звёзд, которые с радостью принимают участие в самых неблагодарных гуманитарных миссиях и вкладывают в это душу. Я была в Сьерра-Леоне, в Камбодже, Пакистане. Достаточно съездить туда один раз, и это полностью меняет вас. Большинство звёзд ограничивает благотворительность участием в благотворительных гольф-турнирах в Лос-Анджелесе. Анжелина ездит по всему миру в составе Комитета помощи беженцам ООН. Я глубоко уважаю работу Комитета. Если я хоть чем-то могу помочь, я обязательно помогаю. Анжелина сама обратилась в ООН. Когда она приняла участие в паре акций, они увидели, как она предана делу, и назначили её послом доброй воли. Она пожертвовала 100-тысячной больнице по всему миру. Около миллиона долларов на помощь беженцам из Афганистана. Более 5 миллионов долларов на охрану природы Камбоджи. Она настолько горячо в этом участвует, что в какой-то момент она заговорила о том, что бросает актёрскую карьеру и посвящает себе благотворительности. Но Голливуд пока не готов отпустить Анжелина. Она может сама назначать себе гонорар, выбирать сценарий и решать, сколько она будет работать. Она добралась до вершины, она одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В свои 29 лет Анжелину стоит около 25 миллионов долларов. У неё есть карьера, у неё есть сын, которого она обожает. Она счастлива. Многие из нас забывают, для чего стоит жить. Надо познавать себя, узнавать больше о других. Вот для чего дана жизнь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА